Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре директ экструдер от компании Mellow Store, собранный на базе фидера BMG Aero. Для этого обзора я решил купить полную комплектацию на 24 вольта. Это BMG фидер, мотор, термистер, нагреватель, блок, горло и полированное сопло за 50 долларов. Но вы можете купить только сам фидер с коротким мотором и к нему естественно сменное горло. Остальные детали взять от вашего штатного хот-энда. Таким образом сэкономить на комплектующих. Сразу хочу отметить, что общий вес каретки по оси X с таким фидером не превышает 650 грамм. Что практически в два раза меньше, чем вес каретки более тяжелого стола по оси Y, который весит аж 1200 грамм. А это значит, что на ОСИК можно поставить хоть два таких директа, без потери качества и скорости. Поэтому установка директа на прошеподобные принтера с кинематикой драгостол является более правильным инженерным решением. Для этого BMG Aero я смоделировал обдув с вентилятором-улиткой 5015, а также крепление под датчик BL-Touch. Сам же директ крепится на каретку с помощью двух винтов. А теперь давайте более подробно рассмотрим это устройство. В такой вот упаковке ко мне пришел BMG Aero. Очень быстро, в течение двух недель. В комплекте идет три провода. Нагревательный элемент на 50 Вт, термистер и съемный провод со штекером для соединения с мотором. Инструкция от Mellow Store. Фирменный короткий мотор на 1 Ампер со штекером. Кулер 4010 на 24 Вольта. Нагревательный блок с силиконовой защитой. Ценно-металлическое горло с качественным соплом и пару сменных сопел. А также набор ключей и винтов. Ну и конечно же сам комбинированный BMG Aero, который собран наполовину из алюминия и наполовину из прочного нейлона. Корпус сидит монолитно и очень надежно. Никаких люфтов и зазоров не обнаружено. Качество поверхности и фрезеровки меня впечатлили при первичном осмотре. Также в комплекте идет специальный сменный переходник для установки хот-энда Е3ДВ6. И вот так вот выглядит полная комплектация. Для более детального обзора давайте раскрутим наш BMG и посмотрим как он устроен внутри. Снимаем моторную шестерню, откручиваем прижимной винт, вынимаем шток и снимаем прижимной рычаг. Одна половина фидера сделана из алюминия. Деталь достаточно сложная, но при этом видно, что она изготавливалась на высокоточном оборудовании. Качество фрезерованной поверхности и точность обработки всех узлов этому подтверждение. Так как наш фидер выполняет функцию радиатора, то у него присутствуют дополнительные ребра охлаждения для отвода тепла. А для обеспечения более качественного сцепления с филаментом установлено две синхронизированные шестеренки с полукруглыми зубцами и редукторная шестерня для облегчения работы короткого мотора. На самой же шестерне редуктора присутствует поджимной шестигранник, которым мы выставляем высоту и благодаря чему получаем максимальную соосность с каналом под наш филамент. Фидер собирается легко, без люфтов и зазоров. Моторную шестерню устанавливаем перевернутым и фиксируем шестигранником. При этом сам же мотор вставляем в пластиковый корпус, а с обратной стороны закручиваем винтами. В данной версии БМГ используется металлический фитинг, в который рекомендую вставить небольшую тефлоновую трубку. Она будет служить своеобразной направляющей для филамента. Теперь давайте проверим подающий механизм. Вставляем филамент и прокручиваем редуктор. И, как видите, никаких сложностей не возникает. Даже не нужно срезать под углом или зачищать наш пластик. Все работает отлично. Но такое высокое качество фидера встречается не часто. С такой проблемой столкнулись несколько подписчиков моего канала, которые купили БМГ у известных магазинов 3D Home и Triangle Lab. Макс, привет! Вот получил этот граждан экструдер от компании Triangle Lab. Водный БМГ. Значит, сразу обнаружились два косяка. Первый косяк – это заклинившие подшипники на подающей шестерне. Они не крутились, пришлось их сразу заменить. А второй косяк – это невозможность прохождения нитки филамента в горло термобарьера. Вот, если крутить шестерню подающую, она немножко нить проталкивает, потом клинит. Потому что нитка дальше не проходит. Вместо того, чтобы в этом месте сделать цельнометаллический ловитель филамента с углублением, китайцы просто вставили кусок тефлоновой трубки, обрезали криво по бокам. Плюс трубка трет еще об шестерне во время их кручения. И, конечно же, нить не может свободно попасть в это отверстие. Также это решение глупо тем, что сам корпус является радиатором, и, соответственно, тефлоновая трубка препятствует передаче тепла от филамента на корпус. У BMG G-Feeder от Mellow Store фрезеровка в разы лучше. Канал под филамент полностью цельнометаллический, и это обеспечит хороший отвод тепла радиатором. Все отверстия подогнаны максимально точно, и подача пластика беспрепятственная и легкая. Вот почему я свой выбор остановил именно на этом магазине, так как он меня никогда не подводил. В комплекте с BMG идет нестандартный нагревательный блок с размерами 16-23-11,5. При этом блок Хотенда от МК-8 имеет размеры 20-20-10, но в целом по объему они почти одинаковы. Для установки блока используется цельнометаллическое резьбовое горло, предназначенное для высокотемпературных пластиков как АБС и нейлон. Поэтому я сразу прикупил еще и второе горло с внутренним диаметром 4,1 мм под тефлоновую трубку. Для печати легкими пластиками, как ПЛА и ПЭЧ. Также мне понравилась геометрия сопла, как внешняя, так и внутренняя. Поверхность полностью шлифованная и отполированная до зеркала. Для более тщательного тестирования я докупил еще несколько с разной геометрией. Далее закручиваем горло в радиатор фидера до упора. После этого вставляем тефлоновую трубку. Ее, кстати, я тоже купил в магазине Mellow Store. Она отличается более точным внутренним диаметром 1,9 мм. Обрезаем лишнее и оставляем небольшой запас в 0,3 мм, чтобы тефло внутри горла ужался и не было никаких зазоров, а значит и пробок. Накручиваем нагревательный блок с резьбой М6. Но, как я уже говорил, для экономии вы можете использовать блок от штатного хотенда МК8. Они взаимозаменяемы. После этого фиксируем соплом наш нагревательный блок в нужном нам положении. И, конечно же, одеваем силиконовую защиту, которая спасет от перегревания тонкостенные детали из ПЛА. И вот так вот выглядит BMG Aero в полном сборе. Хотя еще нам предстоит его закрепить на каретке принтера и установить кулеры с обдувом. А также крепление под BL-Touch. В предыдущий раз мы собрали с вами директ экструдер из нейлонового BMG FIDER, а той же компанию Mellow. И отпечатал я на нем порядка 2 кг пластика, без дефектов и проблем. В отличие от BMG Aero, здесь FIDER соединяется тефлоновой трубкой с радиатором хотенда CR10. То есть более длинный путь прохождения филамента. Также хочу отметить, что я заменил штатный термистор от Ender A3 на фирменный от BMG Aero. А вот нагревательный элемент оставил родной, без изменений. Предыдущий директ мы крепили с помощью спроектированного крепления. Но на этот раз установим его напрямую, так как корпус BMG Aero сделан из алюминия. Крепить всю эту конструкцию будем на посадочные места от Katenda MK8 на нашей каретке. Расстояние между винтами составляет 14 мм. Такое же расстояние мы переносим на корпус нашего фидера. И с помощью сверла диаметром 3 мм сверлим два отверстия. Такой простой метод крепежа мне подсказал один из подписчиков. Отверстия находятся как с внутренней, так и с внешней стороны. И никаким образом не влияют на работоспособность механизма. При этом фиксируется фидер очень надежно с помощью двух винтов М3. Чтобы избавиться от перегрева мотора в термокамере, я решил поставить дополнительный кулер обдува 40х10. А между кулером и мотором сделал зазор толщиной в 3 мм с помощью обычной гайки М3. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха и теплоотвод. В предыдущей версии Директа мотор грелся до 60 градусов при температуре термокамеры 40 градусов. А после такой модернизации мотор остается теплым даже спустя 5 часов работы. Крепим мотор к фидеру с помощью длинных винтов М3 и фиксируем шестигранником. Поверх радиатора ставим также кулер 40х10 для теплоотвода. Вставляем термистор и нагревательный элемент и фиксируем надежно. А с помощью фена изолируем термоусадкой. Для обдува детали будем использовать кулер улитку 5015 и распечатанный из остатков нейлона обдув. Но сразу хочу отметить, что пластик я не сушил с лета. Он очень сильно отсырел и ужасно отрещал, когда шла печать. Поэтому качество печати получилось не очень хорошо. Но это никак не повлияет на работоспособность. Обдув будем фиксировать винтом М3 в одном из крепежных отверстий кулера 40х10. При этом высоту обдува можно настраивать. Конструкция сидит очень надежно, несмотря на то, что крепится всего лишь одним винтом. Подключив питание и затянув стяжками провода, мы окончили сборку нашего директора. И теперь смело можем отправлять на печать тестовую деталь. Обратите внимание на скачки температуры от 212 до 220 градусов. Но это не проблема термистора, так как термопара мультиметра показывает такие же результаты. Дело в том, что при смене термистора я не сделал калибровку хотенда, и поэтому получил такой разбег температур. Но решил оставить так как есть и посмотреть на результат. В любом случае у меня на канале есть видео как правильно калибровать. И вы можете по инструкции сделать это легко и просто. Для теста я распечатал кораблик бенча без поддержек. А для любимой супруги красивую вазу в один слой толщиной 0,4 мм. На скорости 60 мм в секунду. При этом никаких вибраций и перегрева моторов не наблюдалось. Давайте посмотрим на результат печати. Только оценивать будем не механику принтера, а именно работу самого экструдера. Кораблик бенча был напечатан пластиком пыла черного цвета. Так как на таком пластике видны все дефекты и косяки печати. Обратите внимание на геометрию. Никаких отклонений и смещений слоев не наблюдается. Это еще раз подтверждает, что более тяжелый директ никак не влияет на качество печати на дрыгостоле. Укладка слоев отличная, все надписи пропечатались прекрасно. Нет никаких наплывов и оплавлений в области нависающих тонкостенных деталей. А это говорит о том, что обдув отлично справляется с пластиком пыла. На кораблике видна немного рябь от моторов осей и диагональные полосы от драйверов. Но это не имеет никакого отношения к работе БМГ Аэро. В целом качеством печати я доволен. Что касается вазы, то здесь вообще никаких замечаний у меня нет. Нижняя поверхность получилась практически зеркальной. Слои укладывались спирально и без единого косяка. Я даже не поверил своим глазам, когда увидел готовый результат. Так как температура нашего хотенда колебалась с интервалом 8 градусов. А это очень много. Но несмотря на это я получил великолепную вазу. Представьте себе, как будет печатать этот директ после калибровки. Ну что друзья, давайте подведем итог. БМГ Аэро от компании Mellow Store сделан очень качественно и надежно. И этому качеству могут позавидовать даже очень известные бренды. Я считаю, что такой директ из труда должен стоять на каждом драйвере. Если взять кинематику Core X Y, то сюда конечно лучше пойдет именно Bowden система. Она в принципе для этого и разрабатывалась. Так как она более легкая и позволяет печатать на больших скоростях. На прошеподобных принтерах с кинематикой драйвера стол, там естественно скорость ограничится очень тяжелым столом. И поэтому ось X, на которую у нас стоит хотенд, можно нагружать сколько угодно. Хоть два директа, ставить хоть три. К тому же БМГ Аэро имеет небольшой вес, позволяет печатать быстро, качественно, надежно и стабильно. И самое главное, избавляет нас от лишних откатов. За счет прямой подачи филамента. Поэтому если вы решили модернизировать свой принтер, рекомендую прикупить именно такой БМГ Аэро и получать удовольствие от печати. Ссылочки на замечательный директ я скину под видео в описании. Поэтому, друзья, покупайте только у проверенных надежных магазинов. Потому что скупой, как говорится, платит дважды. А с вами был Макс. Не забывайте ставить лайк, подписаться на канал. До новых встреч. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok